В сегодняшнем ролике мы с вами обсуждаем план работы на винограднике на вторую половину мая. Конечно, есть те виноградари, которым майские заморозки нанесли большой урон, но ваши виноградники скоро восстановятся. Что делать для восстановления? Я буквально недавно рассказывала, и вам будет предстоять та же работа на виноградниках, что и нам сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана. Я белая по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. В этом году сезон у нас начался достаточно рано, и некоторые работы уже давно пора было проводить. Но мы их задержали как раз таки из-за того, что была опасность заморозков. Мы не знали, сколько побегов у нас останется, поэтому теперь придется работать очень интенсивно. Итак, первое, что нас ждет на виноградниках, это, конечно же, зеленые операции. Проломка и нормировка зелеными побегами. На всякий случай, еще для новичков, для тех, кто не знает, самый основной принцип подвязки, это коричневую лазу мы укладываем горизонтально, зеленую вертикально. Теперь, основные принципы проломки. Первое, нам нужно выбрать побег, который у нас останется на плодоношении на следующий год. Это должен быть хороший, мощный, сильный побег, удобно расположенный и в удобно расположенном для нас месте. В нашем случае, при нашей формировке, это побег, который находится наиболее близко к проволоке. И у нас это примерно середина между кустами. Если вдруг не получается, вот прям по серединке, то тогда лучше выбирать тот побег, который расположен ниже, чем тот, который расположен выше. Все, теперь снизу мы все выламываем. Если у нас вот такие вот двойнички, то один из побегов двойных мы тоже выламываем, более слабый. Вот еще двойничок, тоже двойничок выламываем. Следующий мы выламываем более мелкие побеги, более слабые. И смотрим, чтобы между крупными побегами у нас оставалось примерно 10-15 сантиметров. Ну, тут явно видно. Вот слабенький побег. Вот слабый побег. Вот слабый побег, который еще и расположен вниз. Те, которые расположены вниз, если у нас здесь достаточно места, то мы их тоже убираем. Если уже места будет недостаточно, да, тут у нас свободно, и там будет хороший мощный побег, в таком случае мы его оставляем. Следующий момент. Это подвязка зеленых побегов. Смотрите, кое-кто у нас уже дорос и до второй проволоки. Подвязом мы, ну, кому чему удобно. Да, кто-то топинером, кто-то веревочками. Ну, и вот такими проволочками. Вот так вот раз. И подвязали. Самое главное, чтобы осенью вам еще было легко это все снимать. Также уже растут большие усики. Усики имеет смысл отщипывать. Почему имеет смысл? Потому что вам же потом будет проще. А так они цепляются за все подряд. И потом, опять же, очень неудобно по осени все это обрезать, откреплять. Эта операция не обязательная, но она желательно, она сильно упрощает вам жизнь. Следующие обработки. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять. У нас вот эти побеги примерно уровня пятый лист. И, соответственно, можно провести первую обработку. Сейчас вот по такому состоянию, по пятому листу мы проводим обработку от аидиума. Особенно она актуальна для тех, у кого осенью виноградник болел. Кто не успел осенью обработать, пролечить, и виноградник уходил такой, несколько заболевший. Значит, обрабатываем сейчас препаратами против аидиума. Например, топаз, например, фалькон, например, луна транквилити. Ну, либо еще какой-то препарат, который вы сможете найти у вас в продаже. Ну, эта обработка у нас не обязательна, она желательна. Но если вы по каким-то причинам не успеваете, значит, проведете обработку перед цветением. И перед цветением мы уже обрабатываем против двух болезней. И против аидиума, и против мельдиума. Перед цветением это примерно вот так. И даже еще чуть больше соцветия могут набухнуть. Вот цветочки здесь. Ну, видите, побеги примерно по метру. Вот это перед цветением. Также сейчас актуальный вопрос, чем подкормить виноград. Про молодой виноградник мы с вами поговорим отдельно и в отдельном ролике. Что касается взрослого виноградника. Мы свой виноградник кормить не будем. Я уже показывала. Мы в начале апреля на этом участке сделали большие отверстия в земле, заложили туда навоз. Все, он будет там работать весь сезон. Если этого не делать, чем можно сейчас подкормить? Вот сейчас в начале сезона можно всем. В принципе, и азотными удобрениями, и калийными. Всем этим можно подкармливать. Ну, конечно, самое классное комплексное удобрение, да, это навоз. Любой навоз можно настоять и под кусты полить. Примерные пропорции. Настаиваем в бочке 1 к 5, 1 к 10, ну, и потом разбавляем примерно 1 к 10 и поливаем. Скажем так, концентрированного настоя под взрослый куст надо где-то, ну, литра 3 хотя бы. И такую подкормку можно сделать раза два. Вот сейчас, да, и потом еще недельки через две. Навоз чем хорош, там есть абсолютно все. Там есть и азоты, и фосфор, и калий, и другие микроэлементы. Можно, конечно, подкармливать минеральными удобрениями, но есть специальное комплексное удобрение для винограда. По инструкции подкармливайте, и будет хорошо. Также замечательно сейчас внести сульфат калия. Сульфат калия для винограда, это прям такое необходимое удобрение. Оно способствует всему. Оно способствует формированию хорошему листьев. Оно способствует... Держи. Здесь просто помощница маленькая ходит. Оно способствует эффективности фотосинтеза. Калий способствует созреванию ягоды и вызреванию лозы. И потребность винограда в калии основная как раз-таки в период активного роста. Поэтому калий можно и нужно выносить сейчас. Пропорция столовая ложка на ведро, вокруг куста разлили, пролили. Либо сейчас, опять же, нормально будут еще, мы надеемся, проходить дожди. Примерно столовая ложка, полторы столовых ложки на более-менее взрослый куст. Вокруг рассыпали, можно чуть-чуть заделать землю. Дашечка, тихо. Тихо, тихо, тихо. Дожди пройдут, ну и тоже это будет хорошо, растение это сможет усвоить. Ну и также, если у вас легкие песчаные почвы, то имеет смысл сделать хороший такой, можно сказать, влагозарядный полив виноградника, чтобы ему было с чего набираться сил. Особенно это актуально для тех виноградников, которые померзли, мы об этом говорили. Ну и для всех остальных тоже. Опять же, разные виноградники в разных регионах и зимы могут выходить по-разному. Да, у кого-то может быть так, как у нас. У кого-то еще пока что все очень слабое, непонятно, какие почечки там разные-разные. Тогда можно не спешить с зелеными операциями, чуть-чуть подождать. Хорошенько полить, можно подкормить и недельки через две уже смотреть и тогда приступать к нормировкам. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Щё». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!